друзья привет вы на канале кузов лап меня зовут александр мы очень хорошо следим за вашими комментариями и помним из одного нашего видеоролика где я пластины из разных металлов и покрытий покрывал через адгезионный грунт усилитель адгезии от бренда 1 просто закрывал лаком и мы проверяли на адгезию все писали что мы неправильно сделали тест на адгезию потому что надо делать намного позже там неделями двумя вот у нас уже прошло полтора месяца мы решили действительно еще раз попробовать сделать тест на адгезию то самый профилометр о котором я говорил в москве забыли вот ой извиняюсь профилометр адгезиметр он теперь у меня в руках и мы с помощью него сейчас делаем адекватный правильный тест на адгезию предварительно говорю что мы уже проверили и результат нас очень удивил теперь поспор попробуем это дело с вами чтобы не думали мы помните подписывали вот алюминий видите старое все вот нами написаны цинк был была голая сталь и был отполированная проверяем смотрим на прибор кто не знаком выглядит таким образом рукоятка с металлическим барабаном с определенными насечками или не знаю как назвать еще больше рубцами наверное лезвенность не знаю как назвать правильно лезвие наверное да вот под определенный под определенным углом они сделаны чтобы как бы лак не просто резать как мы обычно ножиком именно чуть как надрезая делаем будем делать крест-накрест и еще добавок скотчем хотя по госту если мы делаем крест-накрест мы всего лишь должны кисточкой смахивать вот такого плана вот но я считаю что надо делать прям конкретный тест прям прям скотчем есть также в комплекте прям родной скотч специальный для этих вещей не просто какой-то малярный он прозрачный 3м скотч им и сделаем что начнем начнем тогда наверно со стали таким образом делается скотч наклеиваем хорошенько прижимаем не отрывается хотя вот видите здесь мы уже старый делали надрез и он пополз но на новом надрезе не ползет давайте еще раз попробуем тоже не ползет давайте сделаем еще один надрез прям себе при посильнее нажмите до металла не дошел вот чуть-чуть что-то выводу один квадратик вывалился вот полосочка 1 вылез да давайте прямо здесь сейчас еще раз сделаем потому что раз уже у нас попал этот след в кадр в любом случае будут вопросы значит адгезии нету и так далее ну сложно сложно отрывается что я могу сказать по данной ситуации если не будет сколов то все будет держаться сто процентов хорошо если будет скол возможно керхером это потом поползет вот но в целом держится все очень хорошо ну зумя нарезками вы сами увидели дальше поехали алюминий алюминий видите уже здесь мы пробовали здесь поползло очень хорошо в принципе видно давайте попробуем еще раз потому что я просто делал с краю и с краю поползло потому что видно прямо с краю в центре может быть нормально тоже не ползет ничего тоже все отлично давайте отсюда попробуем а здесь уже у нас опять же поползло поползет ли дальше вот у нас хвостик появился давайте прям за хвостик потянем ну вот он уторвался то есть в принципе если бы не было бы адгезии он бы вообще бы дальше бы попался ну ничего мы потом еще одним скотчем сделаем более жестким чтобы прям убедиться конкретно я предполагаю что здесь такая же будет ерунда то есть если будет скол то может быть поползет хотя и не будет адгезия очень хорошая вообще ничего не отваливается здесь снизу я предполагаю отвалилась потому что с края было и она как-то подцепилась но мы сейчас еще говорю одним скотчем проверим другим потому что мне кажется этот скотч не такой злей да так скажем так ну что пробуем цинк металл прорезал тоже ничего не отваливается ну в общем все то же самое да и там где у нас до этого рвалось уже не рвется видимо это из-за злого скотча кстати давай давай злой давай злой что является злым скотчем это армирующая лента она очень хорошая хорошо клеится клейкая основа у нее очень сильная поэтому сейчас мы им сделаем это конечно уже по госту никак не идет но ходим за рамки до за рамки но нам же интересно его даже оторвать тяжело вот здесь ползет но она в какой-то момент сразу обрывается то есть адгезия есть не стопроцентная но она есть то есть держаться будет без проблем давай налю мишку вот чуть-чуть она там что-то вот поползли квадратики после третьего отлипа да но это надо дико сделать такие тесты ну мы понимаем что мы сейчас идем не совсем не по госту опять же хардкор да хардкор дальше проверяем цинк тогда тоже я вижу квадратику цинка маленький вот он вывалился да вот они маленькие квадратики вывалились то есть здесь даже лучше всего держится сейчас на цинке видимо есть такой момент что сталь что алюминий они окисляются и вот этот вот видимо окисление но повлиял на дальнейшую адгезию как бы на полную но на самом деле все держится реальный я думаю что будет отвалиться только от керхера и в виде цинка но опять же если мы как бы разберемся более глубоко то лачить металл голый или алюминий или цинк нет смысла да мы просто делали это самая главная задача была это проверить на полированный алюминий который в принципе занимаются этим ребята которые полируют полки на своих дисках на автомобилях для всяких выставок и так далее вот для них я спрашивал даже интересовался у ребят обычно два-три месяца и полка уже мутнеет и и я если залачить и это будет держаться уже год-два это намного будет лучше что проверим тогда все отполированную деталь как она будет найдем здесь кусочек уже несколько раз резали я тогда сразу жестким вы знаете вот с алюминиевой отполированным вообще ничего не вываливается просто вообще ни одного квадратика не вываливается то есть в принципе то что надо тем парням которые полируют алюминиевые полки вот это будет вообще идеально вот ради интереса сейчас делаю рисак вот здесь где у нас не отполировано и посмотрим что будет вот а здесь ползет видите то есть тут фишка в том что почему то где есть окисленный металл окисленный алюминий или цинковой или сталь там идет адгезия плохая а там где отполированный у нас вообще все супер в принципе можно подводить итог данному сюжету как вы просили мы сделали еще один тест на адгезию по факту получается что если мы берем алюминий сталь или оцинкованное покрытие оно будет только отваливаться если керхером но у нас не диски ничего такого как бы мы не делаем а что касаемо отполированного алюминия все держится отлично поэтому ребят которые занимаются полировкой полок на своих дисках спокойно можете работать данным продуктом все у вас будет отлично на этом я с вами прощаюсь если понравилось видов ставьте лайк если кто не подписался подписывайтесь жмите колокольчик чтобы не пропустить новые видосики не забывайте про нас в соц сетях все ссылки будут под видео ниже до новых встреч пока